Северский кредит В эфире информационный выпуск новостей Томского времени в студии Кирилл Климасов. Здравствуйте! И для начала коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Выдержал линию. Томичи вернулись с пресс-конференции Владимира Путина. Какие вопросы удалось обсудить? До школы с комфортом. Районы области получили 12 новых школьных автобусов. От буро-рыжей до кристально-чистой. Жители деревни Губина первыми получат фильтрованную воду прямо в дома. Пленение зеленого змея. Правоохранители нашли склад в крупной партии контрафактного алкоголя. Самый желанный подарок – объятия мамы и папы. Маленький Дима ищет любящую семью. А теперь обо всем и по порядку. Корреспонденты телекомпании «Томское время» вернулись с ежегодной большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Накануне в Московском центре международной торговли собрались рекордные 2000 российских и иностранных журналистов. За 4 часа 20 минут глава государства ответил на 57 вопросов, большая часть которых касалась внутренней политики. Одна из тем, которая была затронута во время беседы с прессой, была посвящена инициативе губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Из столицы – репортаж Александра Стучеброва и Дмитрия Скоробогатого. Нынешняя пресс-конференция Владимира Путина поставила очередной рекорд. Если в 2001 году – это первая встреча президента Российской Федерации со СМИ, на ней собрались 500 человек, то в этом году на нее приехали около 2000 представителей средств массовой информации. Приоритет на этих встречах всегда отдается региональщикам, ведь у федералов всегда намного больше шансов напрямую задать вопросы президенту Владимиру Путину. По итогам предыдущих 14 встреч глава государства успевал ответить лишь на несколько десятков вопросов, поэтому шанс лично обратиться к Путину у журналистов невелик. Представители прессы идут на разные хитрости и уловки, чтобы привлечь к себе внимание главы государства. Визитеры рисуют плакаты, приходят в национальных костюмах и даже красят волосы, вызывающие цвета. А темы самого разного калибра – от глобальных мировых проблем до личных вопросов. Путин интересует как личность, как человек. А ну какой вы хотите? Я держу это в секрете даже от своих коллег и от своих родных и близких. Какой ваш любимый цвет, ваше любимое блюдо? Я не знаю. Нет, нет, гораздо глубже, глубже. Человеческие отношения. Означает это первое наводнение, большая стихия, которая пришла в Иркутскую область этим летом. Если Тулуму сейчас приковано огромное внимание, то, например, поселку Октябрьский в Культунском районе не особо. Журналисты нашего региона – постоянные участники ежегодных встреч с Владимиром Путиным. Причем на пресс-конференции ездят не только корреспонденты региональной телекомпании «Томское время», но и коллеги из глубинки. Вопрос главного редактора Каргасокской газеты «Северная звезда» Оксаны Жуковой касался труднодоступных территорий. В районе этот статус имеют 10 из 12 сельских поселений. Когда там умирают люди, родственники, вместо того, чтобы их оплакивать, они думают о том, каким транспортом, на какие средства. Увести тела в Каргасок, это районный центр, для того, чтобы установить причину смерти, а потом тело доставить обратно. Добраться до открытого микрофона «Томичам», к сожалению, не удалось. Повезло 57 журналистам из других регионов и зарубежья. Наибольшее внимание было уделено реализации нацпроектов, стартовавших в этом году. Так Владимир Путин рассказал о расширении программы.